Всем привет! С вами канал Белостова и мы с вами продолжаем прохождение игры под названием Рейгнс. Видимо так он называется. То бишь, царствую на славу нам, царствую на став врагам, как говорилось в гимне Божий царя храни. В прошлой серии мы с вами потеряли, так сказать, половину своих любимых королей. И еще плюс я недавно узнал, что оказывается игра проходная. То есть игру можно пройти до финала. И поэтому я хочу это сделать вместе с вами. Вот. Итак. Король в... В смысле? А, ну да. Мы же ведь... Подожди. Допустим. Ладно. По-моему в предыдущей серии как раз таки на 718 закончили. Я уже не помню, если честно. Ну да пофигу. Вспомним. Походу. Болдуэм. Король так называется. Народ из данной деревни учит своих детей плеваться в лютей короля. Не подать ли им пример? Нет. Сир, нужно выделить деньги на общественный амбар, чтобы не было голода. Давай. Ой, деньги. Амбар обошелся недешево, но это хороший способ избежать голода и народных волнений. Хорошо. Мой король. Кажется, ваша армия не следит за гигиеной. Нужно потратить немного денег на решение этой проблемы. Не следит за гигиеной? Тогда я деньги потеряю. Не надо. Лучше просто они будут грязными, но тогда деньги останутся чистыми. Устье реки Капля. Опасное болото для путников. Нам нужно хорошенько его почистить. Блин, а почему на это все тратится деньги? Не проще ли просто послать людей, но никак не тратить деньги? Зачем? Блин, я так скоро деньги потеряю все. Король запада в курсе состояния нашей армии и только что он напал на нас. Мобилизируйте, атакуйте, отступайте и перегруппируйтесь. Ну, атакуйте. Все, у меня вообще денег из него не останется. Я бы хотел открыть пару лавок с моими товарами и заклинаниями. Не надо. О, зато Вера поднялась. В сообщении говорится, у берегов королевства видели кракена, рыболовы в ужасе. Генерал. Все, у меня вообще денег нет. Наши враги хотят заключить мирное соглашение. Это лучший способ заключить войну. Так. Я тогда деньги потеряю. Да пофигу, все. А, нет, прибавлю денег. Ну, ладно. Вам нужен кредит, милорд. Золотых под 5%? Нет, не хочу. А то я скоро так деньги вообще потеряю все. Королева Юга преподнесла вам 40 книг. Вам нужно построить библиотеку. Нет. У меня денег вообще нету, поэтому... Никак. Давайте построим укрепление вокруг столицы. Это дорого, но стоит того. Ну, давай. Все, в итоге мне нет денег. Высокие стены. Укрепления здорово противостоят вторжениям. Это полезно, если ваша армия слаба. Хорошо. Милорд. Ясно. Все ясно. Да, 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 да. Мы помним вот это с предыдущей. Итог. Сколько мы у власти пробыли? Вообще не помню, сколько мы у власти пробыли. Да, потому что ладно. Гера. Люди из западной деревни боятся гоблинов. Кто об этом позаботится? Ты? Сообщение, говорится, нам докладывают о драконе, разбушевавшемся в горах. Мы помним, чем в прошлый раз закончилось. То, что, мол, я не поверил этому дракону, и в итоге он прилетел. Поэтому... Да. Взрыв в шахте убил не менее сотни людей. Продолжать ли нам копать? Нет. Ну, почему ли деньги еще заработали? Можно ли... Можно мы четвертуем шута? Этот клоун, Бархат Балтун, сломал трибушет. Бархат Балтун! Я играл в теннис с великаном. Он победил. Прочь и заплатить армию. Заплати их. Народ считает, что вы хороший король. Нужно повысить налоги. Просто мне жалко было шута, а его убивать как-то не очень. Потом, в итоге, без шута будет жизнь скучна и немила. Народ считает, что вы хороший король. Нужно повысить налоги. Давай. О! Произошел массовый побег из тюрьмы. Нужно организовать розыск. Вперед. Я бы хотел исполнить для вашего величества песню. Называется «Дурак и его величество». Эм... Ну... Пока ничего не тратится, и пока не мере, я пока не хочу ничего тратить. Так что давай. Отвлекусь ненадолго. Валяй. Однажды, давно, бедный шут пел в одиночестве грустную песню. Так, нужно это на превышку взять на всякий случай, а то он молодец. Так. Продолжай. У него величественный зверь, мрачный и уродливый. Но милый, чистый и махал хвостом. Весьма дурацкая песня, если честно. Это ваш 20-й день рождения. Нужно отпраздновать. Эм... Ну, давай. В поисках золота мы надпулись на вход в странную крипту. Жутку с призрачным шепотом и скверным запахом. Я пойду. Пропасть по земелью. Во, отлично. Так. Новая карта «Ловушки тьмы». Хорошо. Так, мне еще осталось победить на дуэли и обзавестись наследником. Панель пропал. Назад пути не будет. А ваше отсутствие, колесно, неизбежно впадет в анархию. Ну, да пути. Так. Скелет не то кричит, не то зловеще хохочет. И меч у него ооочень длинный. Ну, давай нападем. Попробуем. Когда же... Я был живым когда-то, надеюсь. Это чего-то стоит. Да стоит. Так. Нет, я так и не нападу. Давай назад. Не считая Виктора, тут больше никого и нет. Разъедет ветер. Ой, я! Все. Блин, если я еще раз нападу, он меня грохнет. У Виктора большие красные глаза. Иногда он груб со мной. Он где-то здесь? Под землей, под рекой, плачет скелет. Некрасивый такой. Развереный ветер не надо. Ты красавчик. Так. Давай. С первого раза. Отлично. Неудержимый бык. Скелет рассыпается. Вы решаете, что не стоит тут оставаться и смотреть, сможет ли он собраться заново. Выбрать две земли. Победит на дуэли. Во. Отлично. На стенах можно разглядеть алхимические руны. Ртуть или золото. Золото. Сундук с сокровищами. Открыть его. Вы нашли ключ. Взять его. Во рту пересохло, а к горлу поступает тошнота. Соли. Вы в нерешительности дотрагиваетесь до стен. Продолжать. Здесь два выхода. Продолжать. Воздух здесь свежее, но пахнет рвотой воздуха. Вы чувствуете свежий воздух и видите свет за этой дверью, но она закрыта. Приключом. Вы нашли выход из подземелья. Отлично. Так. Зерно сильно под... Че? Подешевело, милорд. Нужно регулировать цену на хлеб. Поднимите немного. Если бы были животным, то тогда каким? Львом? Да. Слишком многих нужно казнить. Мне потребуется помощь армии. Справляйся сам. Дайте нам власть восстановить божественное правосудие. Дайте нам власть восстановить божественное правосудие в стране. Папа готов заплатить цену. Ну давай. Сука. Ты умыть так. Так. Милорд бах. Абартун умудрился выпустить льва на улице столицы. Это ад кромешный. Закрыть ворота. Ваш народ голодает. Распространяться недовольство. Все. В итоге я снова умер. Амбар обеспечит жителей пищей. Прошу, пришлите подкрепление или нас сметут самые отчаянные. Давай. Закрыть ворота. Закрыть ворота. Закрыть ворота. Армия слишком слаба, чтобы сопротивляться. В итоге я сдох, да? Но за 115 лет власти это уже хорошо. Браво. Посмотрите. Укрепление отбили натиск врага. О! Они ушли, но нужно привлечь жителей к ремонту ворот. Пожалуйста. У нас проблема. Монах покусал братьев. И это быстро распространяется. Оборотни. Оборотни. Не думаю, нет. Я бы сказал, что это крайний недостаток физической активности. Ну... Я бы хотел провести новое исследование оружия и военного дела. Вы поможете? Давай. Мы нашли золото глубоко в шахтах. Копать глубже? Эм... Давай. Группа фанатиков разорила госпиталь, заявляя, что только бог может исцелить через наложение ваших рук, милот. Так. Ну давай. Ну пока не меряю. Смотрите, уже 20 лет у власти. А предыдущий мой рекорд там 33 года у власти. Так что надо бы... Я могу научить вас кое-чему из белой магии. Так, из белой магии. Ну давай. Но сначала нужно убедиться, что не зря потрачу время. Да, давай. Простите, есть ли слово... Сгандо на восточный манер. Зламво. Это неверный ответ. Опа. Опа. Просрались, значит, эту магию. Ну да ладно. Ваш народ голодает, милорд. Цена на хлеб слишком высока. Опять? Ну снизите. Обнимашки. Давай. Урожай просто сказочный, милорд. А, накормите народ. Башня базилики румшится. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста. Не говорите мне. Я вижу дворянина. Мертвый лежит на полу. С метками тайн на лбу. Продолжай. С вас 600 золотых монет. А вот это видел, а? Это же просто мошенничество. Гильдия купцов продает товары, которые традиционно изготавливали с аббатством. Прекратите это. А если не прекращу? Вы под арестом. Вы ослушались велений крещеной священной церкви. А если я вас пошлю? Вы приговорены к сожжению заживо. Ваше имя вычеркнуто из книг и табличек. И итоги у нас минус товар. Надо было все-таки чуть-чуть, так сказать, послушаться церковь. Ну ладно. Ну мы так-то много чего сделали. Так, что у нас есть? Попробовать синий. Что синий? Править как победитель. Так, погоди. Давайте сначала посмотрим, что у нас здесь. Галерея портретов. Так, дипломат, священник, окей, дворянин, герцог, купец, солдат, шут, монах, ведьма. Это все было, 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 было. Оборотень. Скелетон, скелетон, допустим. Что-то не работает, вам не кажется? Я нажимаю на портреты, но ничего не работает. На сайт, короче. Так. Эдвард старый, Геральт дулиант. Гарри мудрец. Ну это мы помним. А, типа этот, способы смерти, кто как. Я понял. Гарри, ну это сжег драконом, это мы помним. Королевские дела. А, что такое? А, это... Я понял. Все, я понял, ладно. Ладно, оставим так, как есть. Так, я могу. Ну да, я могу, смотри. Хорошо. Георг, десятый король. Давай. Королевство Юга заявляет, что вы должны жениться на их принцессе, иначе может означать войну. А если нет? Я вижу тысячи кораблей с высокими и крепкими мужчинами. Генерал. Река Капля затапливает большую часть страны. Нам нужна... Нам нужна помощь церкви и армии. Ам, давай. Нам нужно напасть на королевство на юге. Их сила растет с каждым днем. Нападай. На нас напали викинги. Нужно оборонять страну с севера. Защищайтесь. Вот. Столица вспышка холеры. Это синяя смерть. Лечить. О, я сейчас точно, ребят, меньше. Че? А, все уже. В итоге я умер. Да, 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 да. Потому что я подверг страну под синюю смерть. Я помел. Ладно, пофигу. А, взвестись на селеньком все еще есть. Ладно, окей. А что за синий? Что такое попробовать синий? Че это такое? Мед, интересно. Шахтеры отказываются спускаться в шахту. Они хотят прибавки. А вот это они видели, нет? Милок, не хотите ли немного пофехтовать? Я хороший наставник. Давайте сделаю небольшие ставки. Давай. Потанцуешь в аду? Так, подожди. И посмеюсь заодно. В любви и на войне все средства хороши. Неудерживаемый бык. А, в смысле? Потанцуешь в аду? Так, и посмеюсь заодно. В любви и на войне все средства хороши. Это все слова. Вау! Коварный шершень. Вы победили, милорд. Новичкам везет. Хотите знать, как стать еще искуснее? Давай. Фехтование зависит от вашего выбора. Атака должна быть блестящей, напористой. А защита хитрой и коварной. Если вы защищаетесь, у вас появляется шанс использовать особый прием. Смотрите на своего противника, и тогда вы узнаете новые приемы и выпады. Спасибо. Нужно быть нерасерным. У многих бедняков нет домов. Давайте им построим. Давайте. Вы хотите жениться на принцессе соседнего королевства? Да. Мне потому что нужно завестись наследником. Долгих лет королю. Я буду молиться о вашем процветании, ваше величество. Да. Мы можем заработать, повышая арендную плату в дома, которые мы построили для бедных. Нет. Я на компании ваших солдат разорила. Абатство, мы хотим провасывая. Давайте. Я нашел синий и коричневый гриб в лесу. Синий кажется съедобным. Кстати, нам как раз нужно попробовать синий. Так что, давай сюда. Молодцы. Эффект проявляется каждый год. Но это мы помним. Вы становитесь очень счастливыми, а потом начинают происходить странные вещи. Посмотрим. Вау. Со слухом что-то не так. Пойдем вместе на весенний фестиваль. Я могу пригласить своих милых подруг и развлеченных странных гостей. Давай. Землетрясение разрушило страж большую часть столицы. Городская стража ждет ваших приказаний. И плюс еще у тебя каким-то образом появились жальчие уши и усы. И это может пойти на превьюшку. Возьмем. Так. Городская стража. Спасти. Минус. Минус деньги. Наши враги хотят заключить минус соглашения. Это лучший способ закончить войну. Это плюс еще мне деньги, по-моему, поднимет. Да? Да. Чирик. Спасибо. Милорд. Не желаете поохотиться на кабанов? Да. Отличная охота. Сегодня нужно закатать щедрый пир. Раздать еду людям. На улицах анархии, милорд. Огромная толпа почти порвалась в замок. Что? Я могу безопасно вывести вас из замка. Но нам придется выиграть в красного карлика. Ты чокнулся? Королевская голова на кону. Ты рад такому броску? Королевская голова на кону. Ты рад такому броску? Допустим. Боха Болтун медленно поднимает кубок, под которым две игровых костей. Чак, милорд. Вы выиграли. Вы будете жить. О, внезапно. Спасибо. В горном регионе у восточной границы цари беззаконие и бывшие беспорядки. И какие варианты у вас? Сэр Генри может быть назначен правителем этого региона, а вы потребуете с него плату за это. Нет. Милок, ваша страна разрушена. Все. Править как победитель у меня, ребят, не получится. Татарш я вам говорю. Ну да ладно. Да. Не получается у меня чего-то. Ну да ладно уж. Попытаем счастье, по крайней мере. Попробуем хотя бы добраться до конца уровня. Хотя мне кажется, эта игра будет бесконечной, но да ладно. Раз ее даже смог Витек Плей пройти, то может и я смогу призвать на службу шпиона. О! Я бы хотел провести новое исследование Ленидана в превращении свинца в золото. Ну давайте согласимся, потому что в прошлый раз мы с ним не согласились. И сегодня я добрый, так скажем. Королевство Юга заявляет, что вы должны жениться на их принцессе. Отказ может означать войну. Блин, да я женился, но почему-то я до сих пор не могу завестись наследником. А что за херня? Ну ладно, попробуем. Ну давай. Мое исследование не продвигается. Стоит ли мы продолжать? Давай. Река Капля снова пересохла. Нам нужно постой. Паратину. Нет. Минус 10. Милов, детское дело не интересует. Давай. Мы можем вложиться в работорговлю. Гарантирую, это удержит нашу казну на плаву. Рискованный, ребят, шаг. Но я вообще так-то не люблю быть работорговцем, потому что это дело, если честно, коварное. И плюс я знаю, каково это, поскольку я играл в Fallout New Vegas и был в лагере, ну в смысле в главной базе Цезаря Легиона. Ну давай попробуем. Работорговец. Работорговец дает вам неописуемую прибыль. Но что спасет вашу душу? Я бы хотел служить мессу о поминовении вашего отца. Допустим. Ваш народ голодать, милор. Цена на хлеб слишком высока. Снизить. Я побывал на одном из рабовладических кораблей. Это невыносимо. Но это выгодно. Так что извини. Мастерит вскоре покидает двор и больше не возвращается. Вау. Мы хотим построить школу в столице для посвящения народа. Стойте. Ваш народ на севере суверенные безбожники. Построить больше церквей? Ну стой. Ваш добрый народ каждую пятницу собирается и поет песни в вашу честь. Отлично. Они боятся вас и вашей армии. Но я же хороший. Мы хотим организовать паломничество к могиле святого Армана. Давай. Сир, ваша моча пахнет роде. Так, это уже было. Нет. Мой король. Я беременна. Я рожу тебе сына. Это мой долг. Отлично. Еще одна цель, ребят, поставлена. Обзавестись наследником. Наследник, наконец-то. Ваши королевы рожают. Но роды слишком тяжелые. Мы не можем спасти обоих. Ребенка. Обзавестись наследником. В итоге минус жена, но плюс ребенок. Уже хорошо. Так. Армия папы берет под контроль нашу святую землю. Это же рай на земле. В смысле? Вау. Новый вид смерти. Церковь сочла, что из вас получится прекрасный мученик. Они разорвали вас пополам. В смысле? Они что там совсем еретики что ли? Что за херня? Вау. Вот это да. Классно. Так. Ну что, новая цель? Поговорить с вазой. Чего? Мне уже само интересное, ребят. Вау. Да, ты размазня, а не правитель. В смысле? У нас самое лучшее развлечение для народа. Это дурацкий весенний фестиваль. Мне нравится. Ага. Попляшем, как уточки, пока какой-то дебил издевается над людней. Прям темные века. Стыдоба. Да. Я. Людям нужна травма, действия, любовные истории для взрослых. Их нужно развлекать. Да. Итак, назначаю тебя, себя главой развлекательного управления. Нет-нет, не стоит благодарности. А если я не согласен? Тогда я ухожу. А вы пришите на весеннее фестивале, сколько вам влезет. Да, пожалуйста, че? Все равно ты мне не нравился. Нужно установить комендантский час. Улицы столицы опасны поначалу. Давай. Вот я. Вот я. Синьор на нас напали. Бродяги наводнили улицы. Вы же верните. Купцы хотят создать новую гильдию и посылают своего представителя ко двору. Так. Гав, гав, гав. Согласен. А ты? Я могла построить госпиталь, чтобы предотвратить рост эпидемии. В смысле? А мы че, прошлый раз не строили, что ли? Че за херня? А как насчет врачевателя? Синь, ваша моча пахнет. Да ты заколебался своей мочой. Че ты все время нюхаешь мою мочу? Че за херня? Это че за извращенец такой? Неужели тебе нужно объяснить, почему врачеватель не может управлять больницей? Да. Я не собиралась. Так что, так что насчет там больницы? Ой, ладно, 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 ладно. Ладно, что ты на дня устала. Так, опасное болото. Чисти. Насрань. Народ считает, что вы хороший король. Нужно повысить налоги. Да. Милот, в вашем замке бывший пожар. Опять? Да, давайте гарнизон. Брат, че? Мы нашли вход в крипту под замком. Я иду туда. Эфирт проявляет. А, это мы знаем. Так. Опять, опять скелет. Я принес клубнику. Давай. У Виктора большие красные глаза. Иногда он груб со мной. Ээээ... Нет. Он где-то здесь? Так. Коварный шершень. Давай назад. В смысле? Опа. Хитрый горностай. Выстекайте крови в грязном полу подземелье. Вау. Меня впервые за игру убил скелет. Нифига. Что-то, ребята, нас не очень заметят. Посмотрите по правлению. Вот 27 лет, это еще более-менее. Вот здесь вот. Короли умирают и умирают и умирают. С каждым болем. В этом году ничего не происходит. Армия просто помирает со скурки. Пусть поупражняются. У меня юнические разногласия с одним из ваших торговцев относительно его сделок. Судебное разбирательство в вашем королевстве будет слишком долго. Я реформирую судебную систему. Так. Ага. Королевство Юга заявляет, что вы должны жениться на их принцессе. Опять? Глупа. Вельмож искусственно повышает цены на железную руду, чтобы получать больше прибыли с шахт. В смысле? Ну, установите контроль. Гильдия купцов продает товары, которые от Адисон изготавливают с аббатством. Прекратите это. Хорошо. Милот, вы можете препятствовать торговле. Передумайте. Передумайте. Мы готовы даже к новому налогу. А если нет? Люди из западной деревни боятся гоблинов. Кто об этом позаботится? Так. Давайте на этот раз в церковь возьмем на себя. Руды из ваших шахт недостаточно для ковки нашего собственного оружия. Нам приходится покупать его у других стран. Нет. Нам докладывают о драконе, разбушевавшемся в горах. Генерал. Потому что иначе меня тогда сожгут. Я вижу короля, исполненного жилищей королевского хладнокровия. Перед ним собака с красными глазами и ухмылкой на губах. Он придет вновь. Дьявол. Продолжай. Продолжай. Опять? Господи. Че за еретики эти гребаные? Господи. Че с этой церковью не та? Мать моя женщина. Ваша крепость слаба. Нам нужно построить новую башню. А старую снесли, значит. Ясно. Зерно сильно подешевело, милор. Нам нужно регулировать цену на хлеб. А если я ее удвою? Нам нужно построить посольство в соседних странах. Это хороший способ избежать войн. Давай. В маленькой деревушке восточных баронах в баронствах создали голема. Быть такого не может. Все монахи в женском монастыре начали мяукать по-кошачьей. Это распространяется по деревне. Генерал. Вы посылаете армию, чтобы остановить мяуканьема монахинь. Церковь в замешательстве, но соглашается. Пожалуйста, остановите жестокое бессмысленное убийство невинных юных девушек. Я об этом не знаю. Попробуй в другом месте. Тус. В смысле, попробуй в другом месте? Че за херня? Так. Ладно. Мы слышали о молодой принцессе, которую против ее воли держат в замке Дарккрок. Коня мне! Вы скачете в Дарккрок в сияющем полном доспехе, воплощая славу и гордость. Огнедышащий. Ты король? Ты пришел за... Дамселью? А я же вроде тебя встречал в предыдущей серии. Тебе не кажется? Че, решил снова? Поквитаться со своим огнем, да? Да. А, отлично. Вот, забирай. Сначала я сражу тебя. Никто никого сражать не будет. Тебе нужна девушка? Вот она. Конец сказки. Нет. Как ни крути, а да, то на опасность. А, то есть он решил мне добровольно все-таки отдать. То есть, надо было все-таки согласиться с его... Я понял. Калисто, Юга заявляет, что вы до... Опять? Насрать. Так, шум в замке. Нужно... А если нет? А если нет? Мастер Феррари проводит безбожные эксперименты. Само его присутствие при дворе богохульства. Да. Ваша Тай, жена в Тай не влюблена в кого-то. Другого. В смысле, она же умрет. Она же умрела. В кого? Мой король, я беременна. Я рожу тебе сына. Это мой долг. Ну, ну-ка, наследник, ура. Ваша королева рожает, но роды слишком тяжелые. Мы не можем спасти обоих. Опасать королеву. Милорд, волки пожират наших детей. Но мы... Мы можем начать на них охоту. Я лично этим займусь. Отличная охота. Сегодня нужно закатить целый пир. Раздать виду людям. Милорд, не хотите ли немного пофехтовать? Я хороший наставник. Давайте сделаем небольшие ставки. Не надо. Мне пока что достаточно. Опаса в день рождения не хочу. Я хочу пойти в школу учиться на садовода. Иди. Дорогой, я умираю. Не знаю, от чего. Прошу, похорони меня, высыпанница родителей. Давай. У берегов королевства видели Кракена. Добавил его в ужасе. Помолиться. Давайте пробуем. Предлагаю вам услуги искусного шпиона. О, призвать на службу шпиона. Да. Нам нужно напасть на королевство на юге. Так, безумный шепот. Новые карты. Хорошо. Их сила растет с каждым днем. Да. Цены накроются смыли до небес. Люди спекулируют на них. Нам нужно заявить, что мы будем регулировать торговлю. А если они будут есть глядину? Я серийный убийца. И чё? Дерьмо, не работа. Если бы я мог... Возможно, но кто, если не ты? Нужно построить новую церковь. Давай. Я могу быть палачом. Я могу быть палачом. Нет. Я как раз ищу способ испытать действия новых ядов. Готов заплатить. Допустим. Сразу стало понятно, что гигиена врачевателя забудет меньше всего. Ясно, он у меня убил. Окей. Так. Давай что-нибудь новое. Так. Призвать на службу министреля. А кто это такой? Вы не слушаете моих советов, милот. Вы мне доверяете? Нет. Никогда. Меня здесь нет. Я тень. Это шутка или... Шахтеры отказываются спускаться в шахту. Они хотят прибавки. Ну, давай. Всё. Капец. Три года у власти и всё. Твою мать. Вот посмотрите. Вот просто посмотрите на это. Кошмар какой-то. Господи. Эта игра просто мне не даёт шанса. Вот и всё. Группа людей впала в ярость. И охотится на ведьм. Мы можем убивать их при находимости? Нет. Очевидно. Это помешательство вызвано заражением ржи. Жечь запасы? Да. Из-за давления запасов выросла угроза голода на сирене в клядущие годы. Нам нужно больше защиты. Варвары из восточных баронств уже на границе королевства. Да. Великая капля? Так, это было уже... Нет. Ваш народ голодает, милорд. Цена на хлеб слишком высока. Так, у меня есть знакомый, очень знаменитый министраль. Наполните воздух сладкозвучной музыкой. Оркестр что ли? Ну давай. Это у нас на цель. Так. В чём? Божественный саундтрек. О, прикольно. Так. Может быть, это поднимет настроение в королевстве. Милорд, вы могучий правитель. Я склоняюсь перед вашим величием. Приятное заслушать. Вы хотите жениться на принцессе соседнего королевства? Нет. Я просто уже женился один раз. Милорд, ваша страна разрушена. Опять? Да вы заколебали уже. Серьёзно. Твою мать. Смотрите. Пам, пам, пам. Уже три раза. Господи. Тогда это уже закончится. Королева Юга Препланислава. Сорок книг. Была же уже библиотека? Нет. Хватит. Произошло ограбление. Какая-то наглая банда вторгла сокровищницу. Твои друзья? Сэр Генри ясно отставил свою честь. В конце концов, он рассказал о своих сообщниках, и вам удалось найти половину сокровища. Отлично. Мой король, кажется, ваш армин не следит за гигиеной. Нужно потратить немного денег на решение этой проблемы. Нет. В этом деле нельзя перестраховаться. Нужно нанять больше солдат. Давай. Так, долгих лет королю. Я буду молиться о вашем процветании, ваше величество. Нет. Человек заявляет, что бушующий эпидемий дизентерии, промысел божий, и несет любовь в мир. Нет. Я... Стоит неуклюжего пророка. Ого. Что-то населек, кстати, уже сделал. Странные чудеса. Так. Кстати, мы уже когда-нибудь перейдем к этим как-то. По-моему, нет, мне кажется. Или хз. Человек входит в тронный зал. Отец Зино был вынужден уступить дорогу. Человек... А... Брат, молись со мной. Ангелы дали мне знак воли его, и знаки те зловещий. Зверь. Какие знаки? Туда не пойду я. Всюду все рушится и умирает в муках. Со мной идет дьявол, чтобы укрепить веру в отца нашего. Хорошо. Это неслыханно. Передать огню этого еретика. Нет. Милорд, архиепископ из Ритса объявил, что Арнольд из Сент-Ан-Геймса и Леона, еретик, и отправил его к палачу. Просто делайте, что я говорю. Я был воскрешен, чтобы нести слово радости и любви к Богу на этой гнетущей земле. Не, ну смерть. Это не моя вина. Стражник с фалкилом споткнулся, отчего биселица загорелась. Самодовольная ухмылка. Давайте построим укрепление вокруг столицы. Это дорого, но стоит того. Выставить у меня нет вообще денег. Кошмар, но оно того стоило. Уже 20-й король, мать моя женщина. Завести роман. О, новая цель. Ладно, давайте сейчас, наверное, скорее всего, дойдем до 25-го короля и пока закончим на этом. Помоги больше. Ваши солдаты запугивают некоторых священников и их пацву оставляют их платить за защиту. Остановите их. Давай, остановлю. Это ложь. Мы лишь требуем с них те деньги, что они так должны короним. Вы слишком во много потакаете. Снести налоги. Островитяне угрожают нам. Мы должны напасть на них первыми. Нет. В школе полно крыс, распространяющихся на манглые слухи. У меня есть информатор. Мы не разобраться. Давай. О, довольно неловко. В этом замешана настоятельница. Сестра. Дельфина. Да. И судья Томас. Палач. Я бы мог это использовать. Не хотите сыгать в красного карлика? Нет. Ваш народ на севере суверенные безбожники. Построить больше церквей? Нет. Нам нужен кредит, милот. Ну давай. Ваша крепость слаба. Нам нужно построить новую башню. Нет. Восточное оборонство. Собираются под знаменем ужасного полководца. Пошлите армию. Давай. Милот, время выплатить долг. Да. Солдаты получают слишком мало. Прошу, платите им достаточно и вовремя. Нет. Урожайся просто скачь, милот. Накормить армию. Восточные оборонцы напали. Мы можем одержать верх только объявив общий призыв. Давай. Генерал Колонн. Лосось, плывущий против течения. Ну если ты говоришь... Пьяная компания ваших солдат разорила аббатство. Мы хотим правосудие. Опять? Ну давай. Посол восточных баронств уже в пути. Заключите его под стражу и оправьте им его голову. Давай. Простите, я имел ввиду заключить с ним сделку. Аааа. Какой, смотри-ка. Ну давай, давай. Хорошо. Ты злобный нечестивец, плывущий в лицо господа. И все твои священники лишь жалкая кучка язычников. Защищаетесь. Вот твоя вонь изо рта скорее убьет кого-нибудь, чем эта зубочистка. Ну давай. Помни, где у твоего меча острый конец. Не хочу, чтобы ты поранился, прежде чем тебя проткнул. Рад, что ты так беспокоишься. Помни, где у твоего меча острый... Подожди. Клайн Шершень. Не, давай назад. Фуя! А как ты вообще... А как вы вообще смогли проиграть эту дуэль? Это же позор. Сгинь. Он же мне надоел. А нужны деньги на весенний фестиваль. В этом году он будет великолепен. Ну давай. Кстати, у меня нет денег. Слишком много нужно казнить. Мне требуется помощь армии. Справляйся сам. Война это долго и болезненно. Скомандуйте прекратить войну. Да. Захватчики на пороге. Армия слишком слаба, чтобы сопротивляться. В итоге, нам всем на букву П. Да. А, нет. Укрепление отбили натиск врага. Они ушли, но нужно привлечь жителей к ремонту ворот. Давай. А островитяне готовятся захватить королевство. Пошлить армию. Армию подняли на битву с врагом, который так и не появился. Блин. Я открыл модную модненькую тавелу недалеко от гавани. Не будете ли вы так добры, одолжить мне немного денег? Ребят, секунду, тут мне звонят. А, хотя пофигу, пусть звонят. Я на такие номера не отвечаю. Так. Да, нет. Должить денег. Я на такие номера не отвечаю, дети уже. Так. А если нет? Ваши солдаты присоедуют моих людей во время вашего бога. Во имя вашего бога. Это преступление, осудите их. А если нет? Смотрите, какую странную штуку я создал на прошлой неделе, пока разбирался с алхимией и темными искусствами. Преосложно. О, поворит с вазой. Это ваза. О, отлично. Это ничего не означает. Это ваза. Преосходно. Лжец. Как ты смеешь? Не ты, а доктор. Он лжет. Он нашел меня в ламаске. Он не создавал меня. А кто ты? Вопрос настолько философский, что почти бессмысленный. Возвращайся с морозной кровью. И, может быть, я отвечу. Это, кстати, тоже можно взять привычку. В прививку. Так, ну ладно, хорошо. Чудо свершилось на юге. Коварные слезы пропустили на глазах статуи пророка. Нам стоит признать чудо истинным. Нет. Некий герцог решил восстановить феодальное право, позволяющее ему возлечь с любой женщиной в ее первобрачную ночь. Пусть делать, что хочет. Ваш народ голодает, распространяется недовольство. В итоге нам всем дай. Замок разграблен. Придворные разбежались. Вам остается лишь править голубями. А, типа сидишь такой на троне и это... Никем не управляешь. В итоге погибаешь, как скелет. Я понял. Ну ладно, ребят. Так, чё. Начальник крестовый поход. Ну ладно, ребят. Я думаю, пока что на этом давайте закончим. Потому что, по-моему, мы даже слишком много прошли. Слишком много раз погибло королей. Поэтому... Такие вот дела. Спасибо, что меня смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И удачи.